Проводником в продвижении наших товаров и услуг на внешний рынок должен стать и обновленный белорусский павильон на ВДНХ в Москве. Задачу превратить его в имиджевый проект для страны ставил президент. Расчет на то, чтобы крупные торговые сети, что называется, попробовав товар на зуб и оценив качество, заключали прямые договоры с нашими производителями. Какая белорусская продукция уже пользуется спросом у российского покупателя? И какие цитаты первого мотивируют российскую молодежь? Спрос и предложение изучила Дарья Белоусова-Петровская. Москвич Максим Ласточкин, поклонник белорусских товаров уже много лет, покупал еще до введения экономических санкций против России. А сегодня тем более. Почти половина семейного бюджета тратится именно в белорусском павильоне на ВДНХ. У вас качественно хорошие продукты, одежда хорошая. Стараемся покупать белорусские. То есть вот ребенок, в принципе, белорусском одеться, одевать, да. Ну, я сам тоже. Вот, так что у вас все нравится, развивайтесь. Вот, мы за вас рады, что производство вас все сохранили, не уничтожили. После реставрации белорусский павильон обновил свои внутренние интерьеры. Стал более стильным и компактным. В кондитерском отделе всегда очереди топи, воздушный зефир и шоколад президент, который, кстати, без сахара. Поэтому популярен у приверженцев ЗОЖ. Новинка – фермерская продукция с агрогородка Александрия Могилевской области. Это натуральные соки и, конечно, мед. Нигде невозможно найти, по крайней мере, на нашей территории ВДНХ, мед-забус. То есть он достаточно редкий. Это мед, который обладает максимально антибактериальными свойствами, который очень защищает иммунитет. Раньше белорусский павильон был рассчитан на рядового покупателя. Но современный дизайн-проект преобразовал его в технологичную площадку для презентации. Цель подобной идеи – усилить связь белорусских компаний с российским бизнесом. По новой концепции торговля в белорусском павильоне будет проходить в формате шоу-румов. То есть представители российского бизнеса могут прийти сюда и лично изучить качество отечественных товаров. И тут же заключить контракт с компанией-производителями на поставку средней и крупной партии. Именно на такой подход в работе белорусского павильона сделал акцент президент Беларуси. Сегодня, когда Россия находится под сильнейшими экономическими санкциями, спрос на белорусскую продукцию заметно вырос. И шанс показать весь наш потенциал упустить нельзя. Поэтому по поручению Александра Лукашенко белорусский павильон на ВДНХ должен стать своего рода проводником продвижения отечественных товаров и услуг. И ведь для Беларуси этот проект имиджевый. Мне ведь важно, чтобы это было прибыльное мероприятие. Но еще важнее, чтобы там достижения страны были представлены. И самое высокое достижение, будь то продукты питания, одежда или техника, или еще что-то, продавались через ВДНХ, через наш павильон. Поэтому там выставлено для рекламы должны быть наши продукты, которые мы производим от продуктов питания до техники. И реализованы, насколько это возможно. А также заключены контракты. Эффективность должна быть этого центра. Кстати, изюминкой белорусского павильона стал магазин первый. Майки, толстовки и кепки со знаменитыми выражениями от президента Беларуси, которые уже стали крылатыми фразами в нашей стране. Теперь, судя по статистике продаж, пользуются особой популярностью у российской молодежи. Мне понравилось. Сейчас, по-моему, раздевайся и работай. Звучит очень мотивирующе. За такой мотивирующей покупкой молодые люди специально приехали из Красноярска. Выбор Александра пал на выражение своего тезки «Факты на стол». Сколько на ютубе нарезок со всякими высказываниями и действиями, которые вызывают уважение. Я думаю, люди будут уезжать и оглядываться в спину. В обновленном павильоне представлено более 30 известных белорусских брендов. Эффективность новой концепции торговли покажут итоги года. А сегодня главное, чтобы и посетители, и российский бизнес увидели Беларусь с нового ракурса. Дарья Белоусова-Петровская, Александр Любителев, агентствитель новостей, Москва.